Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Мы на мобильном конгрессе в солнечной Барселоне вместе с сервисом по поиску дешевых авиабилетов mamondo.ru с которыми проводим совместный конкурс. Подробности в конце этого видео. Мы на стенде компании Alcatel, которая порадовала весьма любопытными новинками. И начнем мы с Alcatel Hero версия 2014 года, скажем так, потому что никакого уточнения, Hero и все. Что это такое? Это 6-дюймовый смарт-пэд, в обложку которого интегрирована светодиодная матрица. Причем она отстегивается, здесь остается контактная площадка, а вот эта штука продается в качестве аксессуара. То есть ее можно прислонить, она сразу же на магнитике подключается и выдает уведомления на эту самую крышку. Причем она же служит защитой для экрана, и она же служит уведомлением и всевозможной информацией, индикацией того, что делает аппарат в данный момент. На это информационное табло выводится любая информация, включая уровень зарядки батареи, пропущенные звонки, электронная почта, установленный будильник, либо индикация времени. В общем, практически любая служебная информация. Сам же дисплей 6-дюймовый, он имеет разрешение Full HD и построен по технологии IPS с применением One Glass Solution, то есть без воздушной прослойки между самим стеклом и тачскрином. Картинка, на мой взгляд, просто шикарная и остается такой же шикарной, с какого бы ракурса мы на дисплей не смотрели. Кстати, эта особенность дисплея Falkatel была мною подмечена еще на сентябрьской выставке IFA 2013 года. То есть с тех пор дисплей Alcatel меня лично только радует. Дисплей этот, кстати, имеет специальное олеофобное покрытие, которое препятствует появлению отпечатков пальцев и поддерживает пятиточечный мультитач. Сердцем Hero является четырехъядерный процессор Mediatek, работающий на частоте в полтора гигагерца. Объем оперативной памяти 2 гигабайта, а вот постоянной памяти может быть два варианта. Либо 8, либо 16 гигабайтов, но и в том, и в другом случае возможна установка карточки памяти microSD емкостью еще на 32 гигабайта. Корпус у гаджета неразборный. Внутри него установлен аккумулятор на 3400 мАч, а толщина устройства менее 9 мм. Здесь поддерживается одна сим-карта, и слот для microSD расположены по бокам. Они так и подписаны. С одной стороны SIM, а с другой microSD. Что касается камер, то их две, но их спецификации на сегодняшний день не сильно-то и удивляют. Это 13-мегапиксельный сенсор с автофокусом, распознаванием улыбок, лиц и возможностью Full HD съемки. Фронтальная камера имеет разрешение 2 мегапикселя, предназначенная для видеозвонков. Естественно, что на таком большом экране удобно было бы рисовать с помощью пера, и этот момент здесь предусмотрен. В комплекте с гаджетом, точнее внутрь него, вставляется эта самая перышко, которая в данном случае представлена отдельно. А для того, чтобы удобно было работать и рисовать, предусмотрено несколько приложений. В частности, приложение, которое распознает ввод математических формул. Сейчас я попробую поменять руки, потому что не являюсь левшой, и написать какую-нибудь формулу. К примеру, 2 плюс 2. Соответственно, дается сразу же ответ. Нет, я, например, хочу вот это все поделить еще на 2. Попробуем возвести степень 2. Получается 3. И, например, квадратный корень из нашего результата. Да, все работает, все распознается, и достаточно корректно, практически мгновенно. Следующее приложение называется ScribeNote, и предназначено для распознавания рукописного ввода. Каким образом оно работает? Переключаемся в режим распознавания и пишем, например, слово «тест». Да, распозналась «тест», а теперь давайте попробуем что-нибудь написать по-русски. Интересно, поймет или нет. Да, русский язык не поддерживается, но, возможно, что это особенности прошивки. Кроме этого, гаджет поддерживает мультизадачность, управление которой запускается с помощью специальной панельки статус-бара, открываемого с левой стороны экрана. Здесь перечислены 6 приложений, которые одновременно могут работать на устройстве. Например, мы запускаем видеоплеер, который начинает работать на весь экран. Дальше открываем нашу панель, и, например, хотим запустить браузер, который будет находиться сверху. Видео продолжает крутиться внизу, а браузер сверху. Кроме этого, приложение, например, видео можно вытащить в так называемый плавающий режим, тогда видео будет воспроизводиться в любом месте экрана, где в данный момент вам это удобно. Но главная фишка нового Hero, пожалуй, даже не в этом, а вот в таком смешном аксессуарчике. Как вы думаете, что это такое? Неверная попытка — это не телефон, это не что иное, как Bluetooth гарнитура. Теперь она выглядит так. То есть работают эти два устройства в паре. Вот такая вот штучка, выполнена, кстати, из алюминия, выпускается и продается в качестве аксессуара для нового Hero. Причем внутри вот этого кусочка металла никакой сим-карты не предусмотрено. Она лишь передает всевозможные уведомления от большого аппарата, который может лежать в кармане, вот на такой маленький, который, в принципе, тоже должен лежать в каком-то кармане. Но по идеологии разработчиков этот карман ближе находится к вашему уху. Вот дожили обычный телефончик, а вроде как и не телефончик. Кстати, еще одна любопытная деталь. Вместо вот этой самой обложки на контактную площадку может крепиться тот самый пикопроектор, который мы показывали в прошлый раз с берлинской выставки IFA. Вот здесь, кстати, он лежит под стеклышком, но до сих пор не вышел из разряда прототипа и, к сожалению, до сих пор не продается. Хотя то, как сейчас придумали Alcatel использовать эту самую контактную площадку, по-моему, уже круто. Следующий аппарат на стенде Idle X Plus. Это 5-дюймовый смартфон привычного нам формата. Дисплей здесь тоже Full HD. Матрица, в принципе, использует примерно те же технологии и тоже к ней нет никаких вопросов. Но самое интересное, что скрывается внутри этого аппарата, пожалуй, это первый аппарат, который находится у меня в руках, использующий 8-ми ядерный процессор MTK6592. Пожалуй, это первый аппарат, который находится у меня в руках, работающий на новом 8-ми ядерном процессоре Mediatek 6592. Я пиратским образом установил сюда бенчмарк Antutu, просто перекинув его по Bluetooth со своего устройства, для того, чтобы просто узнать, каково же быстродействие 8-ми ядерного MTK. И вот, что у меня получилось. Обратите внимание, 31 172 попугайщика дает, ну, я думаю, что не очень дорогой процессор, и более того, я думаю, что этот аппарат будет стоить, ну, в пределах 10-12 тысяч рублей. Понятно, что нет необходимости говорить о том, насколько плавно здесь работает интерфейс, и насколько быстро будут двигаться любые игрушки. Разве что добавить, что оперативной памяти внутри этого гаджета 2 гигабайта, а вот объем постоянный тоже может быть либо 16, либо 32 гигабайта, но есть один маленький нюанс. Карточки microSD для установки внутри корпуса не предусмотрено, а слот справа и слот слева используются для установки двух сим-карт. Они также и подписаны, сим-1 и сим-2. По большому счету, начинка, остальная начинка этого устройства, тоже очень пересекается с Hero, с которым мы уже знакомились. Тот же самый 13-мегапиксельный сенсор с автофокусом сзади и 2-мегапиксельный сенсор спереди. Единственное, что не понравилось на корпусе, так это материал задней крышки, это самый банальный глянцевый пластик, на котором тут же остаются отпечатки пальцев. Но зато аппарат довольно-таки легкий, 130 граммов и весьма компактный. Впрочем, в этой достаточно большой и толстой бочке меда есть все-таки небольшая ложечка дегтя, и то, что портит впечатление от знакомства с Idol X, это материалы корпуса. Слишком он какой-то игрушечно-глянцевый и блестящий. А вот следующий аппарат этого недостатка лишен. Idol Alpha на самом деле не блещет характеристиками. Экран здесь имеет диагональ 4,7 дюйма, а разрешение 1280 на 720. Но здесь используется алюминиевый каркас по контуру, а верх и низ этого устройства примерно по 5 миллиметров сделаны из прозрачного пластика. Нечто подобное мы видели на позапрошлой линейке Sony Mobile, когда корпус визуально был разделен прозрачной пластиковой вставкой. Здесь решение используется следующим образом. На торцах сверху и снизу расположены по 3 белых светодиода. Так вот, в темноте во время поступления любого уведомления, во время звонка они светятся сверху и снизу. Получается такой интересный эффект. А вот сама начинка устройства немножечко победнее по сравнению с первым, со вторым своим собратом. Здесь используется процессор 6589, работающий на частоте 1,2 ГГц, это четырехъядерный МТК. Оперативной памяти этому аппарату положен 1 ГБ, а вот постоянной памяти может быть только 16 ГБ без возможности расширения. Аппарат достаточно легкий и весьма тонкий. Толщина корпуса всего лишь 7,5 мм. Правда, расплатой за это является достаточно небольшой по емкости аккумулятор. Ну, как небольшой? 2000 мАч. Ну, вот приятно, что разработчики не стали экономить в использовании сенсора основной камеры. Он имеет точно такое же разрешение 13 Мп, как и на других гаджетах. Еще аппарат довольно необычен количеством и расположением разъемов. Дело в том, что слот для карточек microSD аппарату не предусмотрен, сим-карта может быть только одна. И самое интересное, то, что аппарат лишен привычного нам джека, круглого джека для подключения наушников 3,5 мм. Для того, чтобы послушать музыку, здесь понадобится специальный, идущий в комплекте переходник с microUSB. Интересно, что устройство будет поступать в продажу вот в такой вот круглой металлической коробке, как бы намекая на использование металла в окантовке корпуса. Получается такой странный микс из, с одной стороны, имиджевого, а с другой стороны, недорогого устройства, потому что в продаже Alcatel Idol Alpha должен появиться где-то в районе 300 евро или около 15 тысяч рублей. На этом пока все. Я напоминаю, что на мобильном конгрессе мы находимся вместе с сервисом по поиску дешевых авиабилетов mamondo.ru, с которыми проводим совместный конкурс «Путешествие вашей мечты». Подробнее об условиях можно почитать по ссылке на этом видео, а пока у вас есть возможность бесплатно скачать приложение Mamondo, установить его на свой мобильный гаджет и, правильно ответив на наши вопросы, заработать тысячу рублей на счет мобильного телефона. А теперь вопрос восьмого тура. С помощью приложения Mamondo найдите любой перелет, стоимость которого заканчивается на три семерки. Сделайте скриншот, отправьте, заполнив специальную форму на нашем сайте в течение 48 часов с момента публикации этого видео. Подробности там же. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok